Время 6 утра, и я уже ненавижу эту работу. Пацаны, кстати, ребята, это моя команда, моя crew, мой team сегодня. Ну да, у меня было такое, что один раз вот этот рюкзачок на меня забрали вместе с драйвером Айсенс, вместе с карточкой. Нееет. Что интересное перевозили, бугор? Бывает, перевозим актеров, голливудского звезда, тент Дэнсона. Ну все, начинаем работать, все ходят болтовни. Когда будем расплачиваться, надо будет снимать, надо в неловкое положение будет стоять, чтобы чувак типов нам отгадывал. Я вот так, знаешь, я подойду прям куру, а я вот так буду рукой трясти. Возможно ли получить спонсоршип для визы через мувинговую компанию? Ой, аккуратней. Надеюсь, я это заснял. Товернись, она. Телек, судя по всему, не доживет до конца переезда. Проходим, проходим, не стесняемся. Ну, а теперь пришло время рассказать вам самое интересное. Вы же любите разговоры о деньгах? Сколько же я заработал? В детстве мне всегда было сложно ответить на один из самых любимых вопросов взрослых. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Прошло много лет, я вырос, но с ответом на этот вопрос я до сих пор не определился. Мой поиск себя продолжается и по сей день. Всем привет, меня зовут Дима Аверин, вы на канале Далай, и это мой проект профи, в котором я примеряю на себя различные профессии и делюсь впечатлением с вами. Погнали! Когда я спросил ребят у себя в инстаграме, какую профессию мне взять для второго выпуска, наиболее популярным предложением было устроиться работать мувером. Так вот, одни мои крыша! Свели меня с девочкой Оксаной, которая владеет мувинговой компанией здесь, в Лос-Анджелесе, и она любезно согласилась меня взять, себе поработать. Алло! Алло, Оксан, привет, это Дима по поводу мувинга. Да, Дима, привет, привет, как дела? Все хорошо, слушай, мы сегодня встречаемся, все в силе? Да, да, конечно, как договорились, я тебе сейчас адрес еще раз перешлю, если у тебя нету, хорошо? Все, давай, через сколько там быть? Ну, через сейчас, давай туда где-нибудь в районе вот что-то 3 часа, 3-3.10, не позже. Все, отлично, все, давай, до встречи тогда, жду. Давай, нести к Сану еще раз, давай, пока. Пока-пока. Так, вот я на месте, сейчас подъедет Оксана, сейчас узнаем, все ли это их траки или какие-то из них. Такая парковка, куча траков стоит, недалеко от даунтауна. Судя по всему, вот приехала Оксана, сейчас пойдем знакомиться. Оксан? Да. Привет, Дима. Доброе утро, Оксана, очень приятно. Выходи, выходи. Расскажи мне паре слов, что у вас за компания, куда я устраиваюсь работать. Ну, мы мувингом занимаемся, то есть я думаю, что в принципе все, кто в Америку приезжают, знают, что это такое. О, поверь мне, поверь мне, да. Передержка на первое время, которая, ну, реально ребятам помогает немножко, скажем так, на плаву остаться, это и сразу нужно и кэш получать, естественно, то есть люди, которые приезжают очень часто. Как компания называется, хочешь сказать? Марио мувинг мы называемся, вот здесь с этой стороны стоят наши траки. Вот это все, вот это все ваши траки, вот это вот? Не, 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 подожди, подожди. У нас получается сколько, раз, два, пять, шесть, восемь траков. Круто. То бишь, ну, шесть, как бы получается, это мы с мужем, партнеры наши, и два еще партнерские, то есть немножко другая компания, но они тоже, как бы мы работаем здесь. Ну, то есть вы достаточно крупные такие? Я не думаю, что это прям, ну, мега крупные, абсолютно нет, то есть у ребят бывает и по 10, и по 20, я молчу про совершенно крупные компании, у которых там больше 20 траков. Ну, может быть, я бы сказала там, ну, средняя, может быть, чуть-чуть ниже среднего. Конечно, ну, не начнешь никогда с шести траков, потому что это безумно большой расход, скажем так, да, то есть это все надо содержать. Вот если, то есть, к слову, интересно, каждое место парковочное, вот конкретно на этой парковке стоит 350 долларов. Вот считай, да, то бишь за 8 траков, каждый месяц, да, власть 2 800 сходу, да. Начинали с одного, потом, наверное, уже, может быть, через 2-3 месяца купили второй, третий, ну, вот сейчас... Сколько лет вы уже оперейтете? Мы открылись в сентябре 15-го, ну, вот, считай, через 3 месяца будет, как бы, 5 лет, да, получается, 5 лет. Друзья, я просто сразу говорю, я перед этим, конечно, с Оксаной созвонился, она говорит, Дим, ты знаешь, я так стесняюсь на камеру работать, у меня вообще не получается, я, как бы, вот, всегда боюсь камеры, Вы понимаете, да? По актуалочке скажи, что, коронавирус ударил по вам? Да, ты знаешь, я тебе скажу так, что спад пошел большой, это тоже не пугайтесь, ну, к сожалению, тут... Ну, это, да, это обычный Лос-Анджелес, да, вот они прям то, с кем, скажем, так живут, благо, что сюда не заходят. Ну, их коронавирус не трогает. Ударил, знаешь, как, получается, я тебе так в среднем скажу, если, например, еще в марте, когда все только начиналось, да, Если у нас было, может быть, в среднем работ 100, то в апреле у нас уже, наверное, было, я сейчас скажу, работ 60-70. Ну, это, как бы, что касается коронавируса, люди вначале вообще боялись, они там сразу и про маски, и про перчатки. Кстати, мы работаем в данный момент в масках-перчатках, то есть, ребятам выдаем каждый день. Смотри, я сейчас пару вопросов тебе задам в Инстаграме, мне подписчики задали, когда я огласил, да, про то, что буду работать мувером несколько дней. Но перед этим самый интересующий всех вопрос, и меня, конечно, сколько денежек-то я буду зарабатывать в итоге, я не пойму. Смотри, значит, если человек новый, ну, в принципе, приходит, он может работать фактически только на позицию хелперу. Хелпер получает 15 долларов, это на нашей компании. В принципе, это средняя зарплата, да, в час. Если ты, например, поработал, тебе все понравилось, ты хочешь остаться, ты можешь, если ты хороший английский, можешь работать форманом. Форман – это человек, который приходит, представляет лицо компании. Общается с клиентом, да? Да, у него нет никаких там привилегий, повлажек, наоборот, с него еще больше спроса. Потому что он пакует, он стакует все, да. Он в ответе за то, чтобы клиент не пошел потом, не остался недоволен, не написал никакие негативные рейтинги, да. То бишь, форман получает в среднем 18 долларов. Но еще есть позиция драйвера, это когда человек, в принципе, делает то же самое, что и все, но при этом он еще водит трак. Тоже в среднем позиция драйвера – это 18 долларов. Если ты можешь и трак водить, и на английском разговаривать, то, может быть, форман-драйвер, то мы платим 20 долларов. Я самый счастливый человек на земле. Я уже дома, у меня 9 часов вечера, я сейчас буду укладываться спать, потому что завтра у меня ранний подъем. В 6 часов утра, в 7.30 я уже должен быть, опять же, на той же самой парковке. Оттуда мы стартуем с моей новой командой муверов. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце этого видео я, как всегда, поделюсь своими впечатлениями, расскажу про минусы и плюсы этой работы, и, конечно же, конечно же, расскажу вам, сколько я в итоге заработал. Уже сам в нетерпении узнать, сколько заработал в мувера, а сейчас пора спать. Доброй ночи! Время 6 утра, я уже ненавижу эту работу. Надо вставать и ехать на парковку, встречаться с ребятами, с моими коллегами. Всю ночь так плохо спал, волновался, как будто не грузчиком устраиваюсь работать, а в Кремниевую долину еду, в топ-менеджером устраиваться, в какую-то компанию а-ля Apple. Ладно, надо подниматься и ехать. Моё приключение начинается. Погнали! Вообще, конечно, вчера дикий резонанс. Нос у меня в Инстаграме поднялся после того, как я сделал анонс того, что сегодня снимаю второй выпуск проекта «Профи» и что на себя примерю в этот раз профессию мувера. Как оказалось, у меня в подписчиках куча народу, которые либо работали на мувинге, либо сейчас работают, кучу мне советов надавали. Один из самых главных сейчас встречаемых советов было обязательно плотненько покушать перед работой и желательно взять с собой что-то поесть. Но, насколько я знаю, работа сегодня не очень большая. Поэтому брать с собой еду я не буду, а вот покушаю сейчас плотненько. В целом, как и всегда, на завтрак у меня охуенный хавчик. В целом, всё, поэтому сейчас кушаю и выдвигаюсь. Рабочее утро начинается. Я уже в униформе, мне выдали перчатки, маску, футболку. Траки тут что-то ездят, кружат-кружат. В общем, движуха, движуха. Здорово, цены. Здорово. Давай, станы, ладно. Хочешь, что ладно? Да, да, вот водички купить, потому что погнали, погнали, конечно. А сам откуда дел? Волгоград. Да, пацаны, кстати, ребята, это моя команда, моя крю, мой тим сегодня. Так что, да, знакомьтесь. Привет. Привет. Ребята стесняются пока. Всем-всем-салют. В общем, что, куда мы сейчас едем? В Вест Голливуд. В Вест Голливуд. В Вест Голливуде сегодня будем работать, отлично. Короче, пацаны сказали, что по традиции, перед тем, как отправляться работать, надо заехать в 7-11, взять кофейку, воды, а потом уже можно двигаться. Мне эта традиция нравится, поэтому я за. В общем, мы с пацанами начинаем работать. Пошли за кофе. Ром, траки выносят? Вау, сучи в Даунтауне. С маски не дают, пацаны. В Даунтауне могут просто вскрыть дверь трака и, собственно, если какие-то вещи есть, могут их вынести. Ну, у тебя бывало, случалось что-нибудь интересное? Ну, да, у меня было такое, что один раз вот этот рюкзачок на меня забрали вместе с драйвером Айсенс, вместе с карточками. Так что, да, это попадалось, я теперь все время беру с тобой. Можно камеру тебе в портфель положить, братан? Так, я чувствую, мы не одни здесь кофе покупаем с водой. Пока что мне нравится работать мувером, если честно. То есть, пока меня все устраивает. Вот так вот выглядит стандартный магазин во время карантина. Завесили пластиком все, только дырочку для денег оставили, там он небольшой еще. Сань, сколько вы желал, Максон, на тракте? Огреничитель остается, к сожалению. 75 ограничений, да? Ну, давай 75 ебанем сейчас по феоре. Это дефицитная программа моя. Там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Что интересное перевозили? Бугор. Бывает, перевозим актеров. Голливудского языка Тенденсена. Фотка, фотка. Так в дикпикс не надо, там показывают. Ага, вижу, вижу. Прикольно. Бывает, работаем 19 часов, без остановок. Че по чаю? Чай разный. Бывают очень богатые, дают очень мало. Бывают очень простые, дают очень много. Бывают люди дают и воду, и покушать, а бывают и не воды, ничего. Разные клиенты, разные нации. Здесь международный контингент. Больше не хочешь превращаешься в расисты, короче. С кем сложнее всего работать? С темнокожими. Сложнее, да, всего? Да, очень. И причем не имеет значения статус. Вообще статус не имеет значения. Они придирчивые, им постоянно что-то не так. И они вообще на всех смотрят, как на рабов. Вот почему-то у них шапка выросла. Да. Для них все как будто рабы. Но есть интеллектуальные, есть очень умные, образованные. Но опять же, отношения холодные у них ко всем. Но в основном, да? В основном. А легче всего приятнее с кем? Американцы. С американцами, с белыми, да, американцами? Да, белыми именно американцами. Но, ребят, если кто будет смотреть там из политиков, это не я говорил, окей? Я ко всем отношусь толерантно. Как устроиться, что необходимо? Как правило, идет очень большой поток сезонности именно. То есть в основном все ребята приезжают на лето стараться. Зимой работы очень мало. Если вот как рекомендация, совет, если кто-то планирует переезжать, да, то бишь я так подозреваю, что не у всех документы есть, когда ребята приезжают. Ну, наверное, так случается, наверное, иногда. Да, ну, будем честными, все по умолчанию знают, что это, конечно, не разрешено. Но что делать, когда человек приехал, ему, простите, надо кормить. Ну, давай представим теоретически чисто, что можно устроиться на работу без документов. Просто-навросто вконтакте всегда выкидывается объявление, что где-то есть мобильная компания, набирает людей. Просто звонишь и говоришь там, здравствуйте, там, 5-е, 10-е, хотел бы устроиться. Если у нас есть непосредственно, то есть, ну, как бы, место свободное, мы говорим, ребята, приходите, без проблем попробуем, поработаем. Ничего абсолютно такого, как бы, ну, там, я не знаю, каких-то требований таких нету. Как правило, все люди приходят без опыта. Очень редко, когда вот человек прям с одной компанией переметнулся на другой, он уже просит. Когда будем расплачиваться, надо будет снимать. Надо в неловкое положение будет стоять, чтобы чувак типов нам отгонировал. Я вот так, знаешь, я по-другому прям курил, мол, так, с каймером. А я вот так вот руку отрясил. Сань, как оцениваешь? Зависит от второго локишна, типа на разгрузке. То есть здесь первый этаж, все вообще изи-бизи, для загрузочки часа 3, может, 2-3, вот такое. Вот эта вот херня, это коробки, в них, я так понимаю, вешается одежда, да, на вешалках. Там внутри перекладина, я так понимаю, какая-то, куда вешается одежда. Нихера себе, мы так тоже умеем? Как по-другому. Небольшой обзор эквипмента муверского. Вот это вот для чего хрень? Это типа между вещей? Бланкет, бланкет, ну, чтобы дэнджи не было. Покрываем, сначала бланкет, например, на шелфт, ну, не знаю, и потом, считай, сразу пластиком. Вот это что, это двойка, да, называется? Да. Вот это называется двойка. Четверочка. Четверка. Советный шринг, покажи. Шринг, шринг, это что, это типа обматывать мебели? Да, да. А эти коробки для чего? Сюда всякие фрежи в местах, стекло, что я вот между ними ставишь картину. Понял. Короче, я сейчас, я сейчас что делаю, что мне брать, что вообще, как, как я действую. Или мне с форманом, с бугром общаться на это дело. С бугром. С бугром пообщайся. Должен. Получается, как хелпер выступаешь сегодня, правильно? Ну, да, да. Я так бугру, он сейчас расскажет все. Босс, скажи мне, что мне делать? Так, 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 так. Ну, берем коробки и тащим машину. Понял. Не сложно в целом. Только двойка, ты работал кто-нибудь? Ну, как бы так. Пробовал, брал в руки ее. Ну, пошли, покажу. Берем двойку и вот ящики. На себя. И повез, да? Как бы сейчас мы нахожу, да, и вперед. Ну, все, начинаем работать, ходят болтовни. Почему в Америке это настолько популярно? Почему, допустим, в СНГ мувинговые компании не такие популярные, как в Штатах? Во-первых, здесь все переезжают. Плюс мы живем в Лос-Анджелесе, где постоянно переезжают. Американцы любят переезжать. Это связано с тем, что до 40-50 лет у них, как правило, нет своего жилья, да, и они, поэтому, естественно, они очень часто мугаются туда-сюда. Почему среди русских такая популярность? Ну, опять-таки, потому что можно приехать и сразу устраиваться пойти работать. Ну, как-то так, я не знаю. Мне кажется, что это из-за того, что они действительно очень много ориентуют. Промежуточный результат. Ну, где-то процентов, наверное, 70, квартиры мы уже загрузили. Пацаны говорят, что это несложная работа, потому что здесь на первом этаже, ну, особо ничего большого такого таскать не надо, там по лестнице и так далее. Чуть-чуть превспотел уже, но я думаю, из-за того, что я просто техники, не знаю, пацаны, я смотрю вообще на изи, на легке. А я все-таки много лишних движений делаю, много чего неправильного, но в целом так нормально, разминочка. Залы сейчас пока закрыты, самое то, воркаут делать. Поехали дальше, загружаемся. Возможно ли получить спонсоршип для визы через мувинговую компанию? Ребят, сразу скажу, что нет. Это, ну, как бы, я понимаю, что все хотят, да, то есть, как бы, такой вопрос узнать. Абсолютно нет. Чтобы получить любой, скажем так, вот визу вот эту, которая, как бы, рабочая по требованию. То есть, это по умолчанию люди, якобы, которые нужны Америке. То бишь, что это значит? Что я вот здесь поискала, дала объявление, дала там газету объявление, выставила еще в Инстаграме, везде, где будет. И я не смогла в течение, там, месяца найти человека на мувинговую. Вот тогда, да, я могу кому-то делать официальный там запрос, визу эту открывать, спонсорство оформлять. Ну, это нереально, потому что тут, ты выйди, вон, пять человек будет стоять уже в очередь сразу. Сложно доказать офицеру, да, что без него, без мувинговую компанию не будет компания существовать. Может быть, как вариант, вот я не исключаю, если бебисидер, когда, например, кто-то уже работал с кем-то, ну, предположим, из Украины уехала семья, но у них осталась няня. И вот она говорит, что у меня ребенок не воспринимает никого, кроме как там Оли, предположим. Вот такой вариант, я могу допустить, да, они получают это, визу эту, значит, соответственно, что они едут прямо к этой семье, к этому ребенку, но не намного, это очень. Понял. Ну что, народ, мы почти все. Сейчас загружаем вот эти последние двойки, картинки. Бугор там сейчас все раскладывает по местам. За два часа управились, сейчас едем на drop-off локейшн, то есть туда, куда скидываем, там посмотрим, что в себе таит. Так вот стол забираем. Да, 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 забираем. Да, кстати, вот этот вот столик ребята в подарок отдали. Пацаны, что было самое интересное, что в подарок дарили за всю карьеру? Что было, расскажи на камеру. Ну и компьютер давали тоже, монитор. Мне нравится, как я сейчас снимаю, говорящая жопа. Монитор давали. В смысле компьютер прям? Компьютерский, да. Писи? Что, в натуре этот, как его, мак? Да ну нахер. Ёптель, мне надо тогда поработать недельку, за неделю, как думаешь, найдется кто-то, кто мне отдаст мак? Рон, давай, гитары хорошие давай. Да, мне две гитары подарили, новые. Нормальные? Одна учебная, она обалденная, то есть, ну ты покупаешь и там светятся струны, которые нажимать, представляешь? Круто. Кстати, человек нам тогда по 200, по 200 долларов чай дал. Четыре человека было, мы где-то 10 часов мувили. У него, он или продюсер, или что-то такое. Ну мужик от души. Кстати, еврей. Говорят, евреи жадные, но этот был вообще от души. Жена, все хорошие люди, нас он три раза покормил, три раза. По 200 долларов чай, представляешь? Еще такие подарки сделал. Две гитары мне новые, он коллекционирует гитар, у него куча гитар. Мне две гитары подарил. Я пацанам раздал. Вот это я понимаю истории. Телек, судя по всему, не доживет до конца переезда. Проходим, проходим, не стесняемся. А кондиционер можно включить в тракет? А он что, есть? Есть, все. Брай, я подъебать хотел, а он не получил. А что сложнее, загружать или выгружать? Разгрузка все время быстрее. Быстрее, да? Все упаковано. Вообще тогда отлично, все. Все, Саня, на тикет я тебя подснял. Все, друзья, мы на месте. Прикольный такой безопасный тихий район. Называется Мид Уллшер. Клиенты оказались сознательными. Подготовили место для парковки трака здесь. Две машины запарковали, сейчас убрали под нас. Поэтому все, че, погружаемся. Давай, 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 давай. Ой, аккуратнее. Хорошо. Надеюсь, я это заснял. Повернись спиной. Ех, на сюда. Так работай нормально. Вот такая вот работа на муверинге бывает, травмоопасная, видите? Ну что, самый заветный момент, момент оплаты происходит. Разгрузились мы за час тридцать получается, всего работа занялась сегодня четыре часа, ну так по ощущениям все восемь. 425, дали 600 причем. Как вы сами слышали, бил 425, дали 600 с чаевыми, то считайте, 175 чаевых. Ребят, ну что, вот мы и на базе, в общем, на этом моя работа мувером заканчивается. Вы оставайтесь на связи, я сейчас расскажу вам, поделюсь своими впечатлениями. Ребята, огромное вам спасибо, что, так сказать, научили меня. Да, я могу мувером тебя теперь называть? Я прошел? Сто процентов нет. А нам огромное спасибо, вы оставайтесь на связи, сейчас все вам подробненько распишу. Друзья, ну что, вот я у себя и на крыше, и перед тем, как поделиться своими впечатлениями о работе мувера, а также показать, сколько же я заработал денег, я хочу сказать огромное спасибо, огромное спасибо компании Марио Мувинг, Оксане, моей команде, Саньку, Роме и Бугру. Я думаю, вы по видео поняли то, что ребята все отличные, простые, добрые. Вот это тот случай, когда прорекламировать кого-то, вот прям чисто от всего сердца. приятно сделать это. Если вам нужно куда-то переехать или если вы хотите устроиться работать в мувинговую компанию, все контакты Марио Мувинг я оставлю в описании, смело идите, я вам честно рекомендую, не пожалеете. Ну а теперь давайте подведем итоги. Сначала несколько советов от меня. Если вы устраиваетесь работать в мувинговую компанию или вы выбираете мувинговую компанию для того, чтобы куда-то переехать, будьте аккуратны. Мудаков всякого рода хватает, это так, к сожалению. А лучше идите сразу в Марио Мувинг, не пожалеете. Второе, если вы уже работаете мувинговой компанией, обязательно хорошенько высыпайтесь перед работой, хорошенько кушайте перед работой и берите с собой еду и воду. Это действительно и сэкономит вам деньги, и время, и вообще будет сохранять ваш тонус, так сказать, на высоте. А сейчас я расскажу вам о минусах и плюсах этой работы. Начнем с минусов. Я выделил для себя три основных минуса. Первое. Очевидно, что работа физически очень сложная. И отсюда вытекает второй минус. Минус, если вы неправильно работаете, если вы не следите за тем, как вы поднимаете грузы, она очень травмоопасная. Получить травму достаточно легко. Ну и третий основной минус, как мне кажется, заключается в том, что работая на мувинговую компанию, практически нет никакого карьерного роста. Поработаете, вы станете драйвером, форманом. Плюс пара долларов к зарплате, как такового роста, к сожалению, нет. Теперь о плюсах. Основные плюсы работы мувером, как мне кажется, конечно же, в первую очередь, мувера практически всегда востребованы. Мувера живут недолго. Текучка кадров достаточно интенсивная. Шучу. Но в целом, да. Мувера всегда нужны. И второй основной плюс, пожалуй, это то, что документы не обязательно для того, чтобы устроиться на работу. Поэтому это хорошая работа для того, чтобы перебиться какое-то определенное время. Особенно для тех, кто недавно приехал в страну. Третий плюс. Если вы правильно работаете, если вы следите за осанкой во время подъема дивана или рояля, то вы всегда будете в хорошей форме. Работая мувером, поверьте мне на слово, будете всегда подтянуты. Ну и четвертый плюс, он заключается в том, что, как вы слышали сами от ребят, частенько перепадают всякие приколюхи, кастомеры дарят всякие интересные штуковины. Плюс вы можете встретить легко известных, богатых людей, посмотреть, как они живут. А это тоже определенный плюс, потому что это, так сказать, вас мотивирует, показывает, к чему нужно стремиться. Ну, а теперь пришло время рассказать вам самое интересное. Вы же любите разговоры о деньгах? Сколько же я заработал? А заработал я 120 долларов. За 4-4,5 часа работы, 4 часа на мувинге по 15 долларов. Сейчас мне платили как хелпером. Плюс 175 долларов нам оставили чаевые ребята, которых мы перевозили. И плюс, пока мы выгружали трак, к нам подошел один из соседей наших кастомеров. Мужик просил нас со второго этажа дома спустить сушилку для вещей и поднять на второй этаж обратно новую сушилку. И за это он нам заплатил еще 75 долларов. Вам судить, много это или мало. А я вас прошу, как всегда, подписаться на канал. Обязательно поставить колокольчик этот прямо сейчас. Нажать лайк. Написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. По этому видео по профессии мувер. И предлагать свои варианты профессии, которые вам интересны. Которые вы хотите, чтобы я вам показал и испытал на себе. Поделитесь этим видео, кстати, своими друзьями, если тоже не сложно. А сейчас я буду кушать. Наслаждаться прекрасной погодой. В LA тепло. Ночь. Я обожаю свою крышу. Всегда ваш. Димка. Давай. До скорой. Наконец-то можно похавать. Так, бабки надо забрать. Все, пока. Ребята, пока. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова